Привет, я Алексей Евдокимов, и я снова о роли жидкости в истории. В истории, откуда современность вечно тащит героические примеры и особенно охотно самые страшные страшилки, самое лютое проклятие и самые гнусные ярлыки. В нашей современности мало пугал отвратительнее и ругательств, грязней, чем колониализм. Ярлык этот особенно удобен тем, что при желании его можно налепить абсолютно на все, от Христофора Колумба до Александра Сергеевича Пушкина, которому даже прадеда чернокожего раба не зачитывают в качестве смягчающего обстоятельства. И уж, конечно, поминать колониальную систему в суе особенно соблазнительно потому, что всем очевиден ее исторический пройдешь. В 20 веке распались все колониальные империи, от классических вроде британской до специфических вроде Советского Союза. С этой точки зрения попытки удержать силы бывших вассалов выглядят заведомо обреченными, а способность избавиться от имперских фантомов и принять ход истории кажется благотворной, полезной для всех, и для бывших вассалов, и для бывших сюзерен. Эхо украинских боев отзывается в некоторых западных академических кабинетах рассуждениями о последней большой войне колониальной Европы, Алжирской. Между войной, которую Россия ведет в своем юго-западном подбрюшье, и войной, которую Франция вела в своем юго-восточном шесть десятков лет назад, действительно масса общего, вплоть до аллергии в метрополиях на само слово «война». Алжирскую СВО французский парламент признал войной официально только в 1999 году, через 37 лет после ее завершения. Обе войны кажутся запоздалой и нелогичной реакцией метрополий на то, что уже свершилось, соответственно, на распад Советского Союза и распад французской колониальной империи. Для французских властей и французских державников Алжир вовсе не был такой же колонией, как, например, соседний Тунис. Точно так же, как для российских властей и российских патриотов, Украина не то же самое, что Туркмения или Латвия. В обоих случаях мощно звучал мотив защиты соотечественников. Многие ли в России жалеют об утрате Ашхабана? Вот и французы спокойно отпустили в 1956 Тунис и Марокко, как раз в тот момент, когда борьба за неотъемлемую часть французского отечества Алжир из-за права алжирских французов только разгорала. Более того, когда в 1958 Франция реформировала свое государственное устройство и переписала свою конституцию, в новой конституции специально указали, что Алжир – часть единой Франции. И всего через 4 года, в 1962 Париж признает независимость Алжира и берет на вооружение концепцию деколонизации. Дескать, в колонии больше никому не нужны. Наступила такая эпоха, когда они – это что-то лишнее, несовременное. Теперешним наблюдателям, особенно не французам, это кажется отличным примером расставания с имперским прошлым. И даже примером благотворности поражения. Ну а нам война, что гремела в алжирских пустынях и горах с 1954 по 1962, интересна еще и тем, что немалую роль в ее начале сыграла спиртосодержащая жидкость. И поскольку речь о той войне, которую вели французы, легко догадаться, что жидкостью этой было вино. Без разговора о нем не понять, почему французы так долго и так упорно отказывались признать, что мусульманская, арабская, пустынная страна на другом берегу Средиземного моря не такая же Франция, как Бургундия, Нормандия, Шампань или Прау. Дело, конечно, не в самом вине, а в том, кто его в Алжире производил. Эта североафриканская страна от других соседних французских колоний отличается по нескольким важным параметрам. Например, по длительности пребывания в составе империи экспансия французская в Алжир началась в 1830 году на полвека раньше, чем в суседний Тунис. Но главное отличие соотечественники, франкоязычные. В Алжире жило много европейцев с родным французским языком, принадлежавших к французской культуре, хотя далеко не все они, даже не большинство, были этническими французами. В группу франко-алжирцев входили испанцы, итальянцы, евреи. Все они не отделяли себя с одной стороны от Франции, с другой стороны от Алжира. В 1930-х их доля в населении страны достигала 15%, а к моменту получения Алжира независимости около 10%. Это примерно миллион человек. В истории они остались под прозвищем Пьенуар, черноногий. Откуда это прозвище пошло, никто толком не знает. Есть разные версии, предполагают, что дело в сапогах, в которые были обуты французские солдаты, но наиболее популярное среди самих Пьенуар. Версия гласит, что ноги их были черны из-за того, что этими ногами они давили виноград. Как известно, сок из винограда для вина раньше нередко давили ногами, а виноградарство и виноделие были одними из основных занятий французских алжирцев. И в занятиях этих они настолько преуспели, что вино сделалось главным экспортным продуктом страны и главным источником ее доходов. Современный алжир живет за счет экспорта нефти и газа, алжир колониальный жил за счет экспорта вина. Наверное, самый известный черноногий это писатель и философ Альбер Камин. Отец его был этническим французом, мать испанкой, родился и вырос писатель в Алжире, родным языком его был французский, а действие в знаменитых романах «Посторонняя и чума» развивается в Алжире. Так вот, отец писателя, нобелевского лауреата, работал в винодельческой компанией. Когда арабские повстанцы начали борьбу за независимость Алжира, они принялись запрещать местным жителям не только сотрудничество с французской колониальной администрацией, но и винопитие. Причем законы шариата здесь были в лучшем случае поводом. Особенных религиозных трений между французами и арабами в Алжире не было, политика французских властей в религиозном отношении была довольно мягкой, так что истинная подоплека этого запрета была национальная и экономическая. Если наши угнетатели делают вино, пить вино нельзя. Антиколониальные восстания в Алжире начались примерно тогда же, когда и во всем остальном мире, в 1940-х, а в 1954-м тамошние арабы создали фронт национального освобождения и развернули полноценную партизанскую войну. Теракты и диверсии дополнялись идеологической обработкой местного населения. Среди прочего ему запрещали, например, водить детей во французские школы, а также курить табак и пить вино. С нарушителями запретов поступали чрезвычайно жестоко, убивали и калечивали. Иногда пьющим и курящим отрезали носы и губы. Любая партизанская война дороже всего обходится местному гражданскому населению. От действий повстанцев оно страдает зачастую не меньше, чем от действий оккупантов-колонистов. Но оккупанты-колонисты тоже терроризируют гражданское население. Алжирская война характернейший пример того, как работает вечный двигатель взаимного мучительства. Это не была война с танковыми колоннами, массированной бомбардировками городов. Это была бесконечная череда терактов и карательных акций. И зверств пыток с обеих сторон. Считается, что выиграть партизанскую войну чисто военными методами невозможно или почти невозможно. Поэтому в Афганистане проиграли и СССР, и США. Так что исход Алжирской войны вроде бы не должен удивлять. Однако, если внимательнее изучить то, что тогда происходило, поводов удивляться будет много. Дело в том, что французским войскам удалось то, что очень редко удается борцам с повстанцами. К началу 1960-х они почти задавили ФНО, фронт национального освобождения. Как раз с чисто военной точки зрения действия французов были очень успешны. И вот как раз тогда, когда у них появился повод праздновать победу, они признали поражение. Признали независимость Алжира. Почему? Может быть, это действительно был жест доброй воли, от которого в итоге лучше стало всем. Как зачастую трактуют сейчас исход той войны. Может быть, действительно существуют простые решения всем во благо. Разберемся в этом в следующей серии под следующую бутылку красного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!